Здравствуйте, дорогие! Целый год не виделись, я по вам соскучилась. Спешу рассказать вам о том, что мы для вас сделали и куда мы с вами вместе движемся. Для начала хочу поблагодарить тех, кто помог нам изготовить ледовый городок. Как вы знаете, из нашего городского бюджета было потрачено 500 тысяч рублей. В сравнении с другими городами – это очень маленькие затраты для того, чтобы порадовать всех, и больших, и малых жителей города Тынды. Поэтому дополнительные фигуры, которые были оплачены предпринимателям, спасибо большое предпринимателям за помощь. Это у нас Сбербанк построил фигуру, оплатил дополнительно. ЖДК «Энергоресурс», спасибо, кафе «Кавказ», производственно-торговая сеть «Флагман», «Сегикто», «Карьер А», «Зимовичи и Дружба». Большое спасибо, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и в следующем году. Спасибо большое также хочется сказать и горожанам, которые берегли и сберегли до сих пор вот эту нашу зимнюю красоту, эту нашу новогоднюю сказку. Я сама неоднократно видела, как и взрослые дети бережно варежками смахивают снег с ледовых фигурок. Спасибо еще раз большое. Вы лучшие, потому что, посмотрите, у нас и в Свободном, и в Благовещенске ледовые фигуры подверглись нападкам вандалов. Вы самые лучшие. Давайте в том же духе продолжать сохранять наш город, украшать его и приумножать те добрые традиции, которые мы с вами вместе вводим по вашим просьбам. По поводу елки. Елку будем убирать в мае. Шутка, конечно. Елку уберем в понедельник. В субботу, в воскресенье у нас работники чистого города отдыхают. Не будем их на работу вызывать. В понедельник елочку уберем. Согласитесь, в комплексе ледовой фигуры с елкой смотрится гораздо лучше, чем они одни будут сиротливо у нас стоять. Но, тем не менее, праздники закончились и настраиваемся, продолжаем настраиваться на серьезный рабочий лад. Нас ждут великие дела, работы предстоит много. Подвели итоги рождественской торговли. Те предприниматели, которые украшали свои магазины, кафе, рестораны, свои организации, между ними состоялся конкурс. Мы выявили лучших. Они будут награждены в ближайшее время. В прошлом году нам удалось достаточно больших результатов достигнуть по исполнению нацпроектов. В 2019 году нами было получено, с учетом нашего софинансирования, 21 млн 584 тысячи. И по проектам образования, цифровая образовательная среда, демография, спорт, норма жизни, комфортная городская среда, мы эти деньги освоили и сегодня качество здравоохранения, образования, качество нашей жизни, с вами городская среда улучшается. В этом году нам выделяют больше денег, с учетом нашего софинансирования. Мы софинансируем более миллиона рублей. 27 млн. в общей сложности почти 28. 27.838 тысяч будет вложено в национальные проекты по Тенде. Надеемся добиться положительных результатов. До конца года у нас будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем. В ближайшее время приезжает 150 строителей из «Газпрома». Мы их размещаем и приступаем к этой стройке года. В результате, мы с вами надеемся, мы с вами уже обговаривали, что в следующем году у нас появятся новые секции, такие как художественная гимнастика, фигурное катание. Тот сертификат, который нам вручил губернатор на 30 млн. рублей по комплексу спортивных сооружений на территории 7-й школы. На сегодняшний момент проект готов и он проходит экспертизу. В ближайшее время будут объявлены торги, и тот, кто победит в этих торгах, приступит к воплощению в жизнь этого самого замечательного проекта, который учитывает интересы и школьников, и спортсменов, и мамочек, и любителей спортивной ходьбы, и велосипедистов, и скейтеров, и всех остальных. Далее, на пустыре около второй школы, между второй школой и детским садом «Радуга» у нас будет тоже замечательная спортивная площадка по программе «Комфортная городская среда». Документы тоже уже готовы. Замечательная площадка будет включать в себя комплекс сооружений для скейтеров. Те детские площадки, которые были нами приобретены в прошлом году, они пришли с опозданием, то есть уже по снегу. Поэтому ждем тепла, и в поселке автомобилистов, в СМУ и в ДСРе нами будут установлены детские площадки, на которых ребятишки смогут отдыхать. На центральной площади за 2,5 миллиона мы приобретаем огромный, шикарный детский комплекс. Я надеюсь, вы сможете оценить, вы и ваши ребятишки. В этом году мы заказываем проектно-сметную документацию на полностью капитальный ремонт Красной Пресни. То есть у нас будут новые тротуары, велосипедные дорожки, новая система водоотведения, новые фонари, новый асфальт, новая разделительная полоса. Двигаемся дальше. Бамовский Арбат, надеемся, появится в нашем городе. Подготовлена конкурсная документация, документы уже в Москве, в конкурсной комиссии. Надеемся в общей сложности получить 120 миллионов рублей. Это с учетом гранта, который мы выиграем. Надеюсь, выиграем. С учетом денег, которые нам гарантирует областное правительство, 15 миллионов рублей. И пожертвования предпринимателей, то есть предприниматели тоже примут участие в благоустройстве территории. От районной администрации сквер и до сквера вблизи улицы Школьной. То есть будет огромная, шикарная пешеходная зона с самой длинной лавочкой в Амурской области. Делали проект московские архитекторы шикарный, проект цивилизованный, по-европейски цивилизованный. Дальше. У нас в этом году будет произведен ремонт больницы. Вчера на видеоконференц-связи губернатор дал поручение мне лично контролировать качество работ. Поэтому, как только строители приступают к работе, я приступаю к контролю. Ну и, соответственно, будем вам рассказывать и показывать, как это происходит. Далее, значит, нами было озвучено предложение Минздрав и губернатору по поводу ремонта дороги к роддому. Мы с вами неоднократно говорили уже о том, что пока до роддома доедешь, три раза родить можно. Губернатор нас услышал и есть серьезная надежда на то, что все-таки сделаем мы эту дорогу и облегчим жизнь мамочкам нашего города. Возможно, желание рожать появится еще дополнительно у других. Далее, детские дежурные группы открылись с начала января этого года. Все довольны, группы бесплатные. Уважаемые родители, уважаемые жители Тынды, вот еще раз обращаюсь к вам, понимаете, все, что мы делаем, мы делаем на основании ваших предложений. То есть то, что реально, то, что мы потянем по бюджету и то, что в рамках закона будет предложено, это обязательно будет сделано. Поэтому ждем дальнейших ваших предложений и готовы вместе с вами двигаться к развитию нашего города. В этом году мы повысили стипендию мэра. Сегодня 50 школьников получают стипендию мэра в размере 1000 рублей. Статусность этой награды повышена за счет увеличения стоимости. По поводу садиков хотелось бы еще сказать родителям. В родительскую плату, а вы знаете, что в этом году мы ее не повысили. Мы ее не повысили, потому что мы проанализировали расходы заведующих детских садов с полученных денег. На сегодняшний момент денег достаточно для того, чтобы покупать моющие средства, для того, чтобы покупать развивающие средства, краски и так далее, туалетная бумага. Все это должно быть куплено за счет ваших денег, которые вы оплачиваете. Дополнительные сборы запрещены. Конечно, вы можете собрать деньги, чтобы сделать подарок воспитателю или детскому саду, но это должно быть только по вашему желанию. Все остальное вы уже оплачиваете. В размере платы за детский сад просчитано хорошее, качественное питание ваших детей и все для того, чтобы им было комфортно в детском саду. Сегодня мы готовимся к празднованию 45-летия города. 45-летие. Тыненцев ожидают сюрпризы. В рабочем порядке у нас оргкомитет собирается. Если у вас какие-то предложения есть по празднованию города, пожалуйста, обращайтесь через официальный сайт. Давайте будем вместе рассматривать. Возможно, какая-то свежая ваша идея найдет свое воплощение при праздновании. Далее мы готовимся в июне принять финал областной спартакиады. Спасибо правительству Амурской области. Нам поручили такой серьезный объем работы. Мы будем принимать у себя гостей. Я думаю, что нам не привыкать. Мы очень радушные, мы гостеприимные. Поэтому добро пожаловать спортсменам из Амурской области. А мы с вами должны достойно их встретить. За счет спартакиады у нас осуществляется вливание областных денег в размере 8 миллионов рублей, которые пойдут на ремонт спортивных сооружений. В этом году на субсидии предпринимателям правительство Амурской области выделило нам денег больше всех в Амурской области. Серьезные суммы, более 14 миллионов рублей, выделено на поддержку малого и среднего бизнеса, который осуществляется в сфере социального предпринимательства. Впервые вот такая поддержка у нас. Претендовать на получение поддержки могут не только предприятия, осуществляющие деятельность в размере производства социальных товаров и услуг, но и те, у кого в штате содержится 50% работников, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, одиноких, многодетных родителей, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста. Вот это серьезная возможность получить серьезные деньги вашим предприятиям. Поэтому обращаюсь еще раз к предпринимателям. Те, кто осуществляет социальные услуги или те, кто имеет в штате половину работников из малообеспеченных категорий слабозащищенных, пожалуйста, обращайтесь. Мы готовы вам помочь, и у вас серьезный шанс есть выиграть грант. Кроме того, на поддержку предпринимательства выделено еще 7 миллионов рублей по аналогичным условиям, которые осуществлялись в прошлом году. Мы разместили информацию на официальном сайте администрации. Дополнительно в новостях покажем эту новость серьезно, раскроем полно. Пожалуйста, и у кого есть вопросы, товарищи предприниматели, обращайтесь, пожалуйста. 58 450, 58 426 и 58 411. Мы ждем вас. Как вы знаете, в декабре были внесены серьезные изменения в устав. В уставе города сегодня содержится норма о том, что выборы депутатов следующего восьмого созыва будут проходить по новой системе. То есть сохраняется смешанная система, 10 депутатов идут по одномандатному округу, то есть от партии. Вы можете видеть, кто от какой партии выдвигается, если он, конечно, не стесняется своей партии. Вторая часть депутатов, оставшиеся 10, пойдут по одномандатным округам. То есть я напомню, раньше у нас было два округа, пяти мандатных. И получается, что на округе вроде 5 депутатов, коллективная ответственность, это, считайте, спросить неского. Сегодня город будет разделен на 10 одномандатных округов. То есть каждый округ должен будет выбрать только одного депутата. Ну и, соответственно, спросить будет легче, и общаться будет легче, и работать для депутатов, возможно, будет легче. Я вам расскажу о том, что эти округа будут иметь свои названия в зависимости от территории, которую они занимают. Вот округ первый спортивный. Ну, тут понятно, что улица спортивная, и прилегающие к ней улицы. Театральный в районе театра, столичный в районе столичного, фестивальный тоже понятно, студенческий, таежный, центральный, школьный, усть-коралловый, северо-западный. Вот эта система голосования будет применяться на следующих выборах Тынинской городской думы. Мы опубликуем на официальном сайте границы округов, для того, чтобы вы знали, как вы будете голосовать. Избирательные участки остаются те же самые. Просто у нас вместо двух пятимандатных округов будет десять одномандатных. Далее, пытаемся организовать на территории развлекательного комплекса детское кафе. К сожалению, не получается. Объявили торги, желающих не оказалось. Возможно, действительно, цена напугала. Однако, видите, в соответствии с действующим законодательством мы обязаны проводить оценку на торги. Вот такая оценка получилась. Дополнительно предпринимателям сообщаю о том, что у нас есть имущественная поддержка на основании федерального закона 209-го и наших нормативно-правовых актов, принятых городской думой. Если предприятие работает на рынке не более трех лет, то оно может получить имущественную поддержку в виде скидки по арендной плате до 50%. Поэтому подходите, пожалуйста, в управление имуществом. Нам очень нужно детское кафе в детском развлекательном центре. Что касается развлекательного центра, соглашусь с некоторыми о том, что недостаточно он функциональный. Как любое новое дело, как любой новый блин, бывает комом. Поэтому то, что сегодня зарабатывает детский развлекательный центр, он будет тратить в ближайшее время на приобретение нового детского оборудования. Просьба. Ваше предложение, пожалуйста, через сайт озвучьте, что бы вы хотели, чтобы мы приобрели для ваших ребятишек. В конце концов, мы можем часть оборудования выносить и ставить другое оборудование. А потом, когда оно приедется, менять. Поэтому ждем ваших предложений, что нам нужно еще установить в детский развлекательный центр для того, чтобы вашим деткам там было комфортно и интересно. Встретились со студентами на Татьянин день, поздравили их с праздником, послушали их предложения. Замечательно, что у нас есть такие активные инициативные студенты. Массу идей они нам предложили, часть из них мы будем воплощать точно в жизнь. С их помощью. Хотелось бы сказать спасибо студентам и за то, что они нам сейчас помогают с реализацией программы по переселению. У нас имеется поручение контрольного аппарата президента Российской Федерации. Разрабатываем новую программу, уточняем списки, инвентаризируем жилье. И вот эти самые студенты, которые к нам приходили, они нам здорово помогают в деле фотографирования наших бараков, которые на территории ТНТ находятся. Отфотографировано уже порядка 80%. Спасибо большое. Ну и спасибо большое сотрудникам администрации, которые тоже занимаются этой работой. В этом году мы запустили школьный автобус, микроавтобус. Сразу скажу, что по областной программе действительно, муниципальным образованием приобретались автобусы. Но пазики. Мы просчитали, у нас наполняемости такого автобуса не будет. Поэтому мы отказались от подарка областей. И муниципально-мунитарное предприятие «Автотранссервис» за свой счет приобрело маленькую «Газельку», вместимость которой позволяет экономно расходовать бюджетные деньги на подвоз детей. По дальневосточной ипотеке. Думали, что для ТНД это недосягаемо. Направили в правительство Мурской области просьбу обратиться законодательной инициативой с тем, чтобы нам разрешили на вторичке приобретать жилье по дальневосточной ипотеке. Однако, когда стали мониторить ситуацию, выяснилось, что в 2016 году была сдана новостройка на Октябрьской. И 16 квартир, введенных в эксплуатацию, не были реализованы. Поэтому на сегодняшний момент банки в курсе. И вы можете обращаться, спокойно обращаться. Значит, 16 квартир вы можете взять по ипотеке под 2%. Уже в мае, как выяснилось, долгостройная на Депутатской тоже будет введен в эксплуатацию. Там будет еще 20 квартир. Поэтому у кого есть желание взять ипотеку под 2%, сегодня у нас есть такая возможность. Правда, ее немного. Мы не отказываемся от нашего предложения снизить порог чувствительности и сделать для малых городов разрешение на ипотеку 2% на вторичку. Но, тем не менее, по сути, поскребли и насобирали, считайте, 16 и в мае еще 20 квартир. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. По 125-му федеральному закону о жилищных сертификатах хотелось бы сказать следующее. Еще раз напоминаю, уже говорил неоднократно уважаемый Теннинс, которые стоят в очереди на получение жилищного сертификата. Сегодня речь идет о том, что количество сертификатов будет увеличиваться к 50-летию БАМа. Поэтому просьба в соответствии с требованиями закона. Подойдите, пожалуйста, в 17-й кабинет, напишите заявление, что вы намерены получить этот сертификат в 2021 году. В противном случае сертификата вы не получите. Поэтому в рабочее время с 8 до 5, перерыв с 12 до часу, мы ждем вас в 17-м кабинете, бланк заявлений вам предъявят, заполняйте, пожалуйста. Давайте вместе будем двигаться к тому, чтобы максимальное количество жителей Теннин получило сертификаты на переселение. Это будет часть программы по расселению все-таки наших бараков. Как раз в рамках контрольного поручения аппарата президента и правительства Амурской области мы сейчас проводим сплошную инвентаризацию домов. Граждане, которые должны переселиться и ранее не были нигде учтены, сегодня они у нас все на учете. У нас более 5 тысяч человек, оказывается, еще нуждается в переселении. На вопрос, почему об этом раньше не говорили, скажу, что раньше просто не было инвентаризации. То есть раньше цифра переселяемых была названа по принципу пол-палец-потолок. Сегодня мы прошерстили все наши Шанхаи, сегодня мы знаем, кого надо переселять. Единственная проблема, уважаемые жители Теннин, те, у кого нет права устанавливающих документов. Пожалуйста, еще раз повторяю, на сайте у нас размещены образцы исковых заявлений, заполняйте, пожалуйста, с целью экономии ваших денег. Идите в суд и доказывайте право. Либо в силу приобретательной давности, либо, если у вас есть доказательства, вселение от работы по решению профсоюзного комитета, либо на праве социального найма, доказывайте право социального найма. В ближайшее время программа, наши предложения программные будут утверждены. Мы, контрольный срок у нас 20 февраля, направляем к губернатору. Василий Александрович в Москве будет защищать наши совместно с областью предложения. Они их доработают, разумеется. И я уверена, что губернатор у нас пробивной, я уверена, что он добьется. То есть у нас будет прорыв в этой ситуации, когда уже и надежду многие потеряли, у нас будет прорыв. Поэтому будем надеяться и, пожалуйста, помогите себе сами. Еще раз говорю, на сайте образцы исковых заявлений, те, у кого нет права устанавливающих документов. Для того, чтобы вы у нас не потерялись, мы вас учли. Но для того, чтобы вы у нас потом не потерялись, пожалуйста, оформите право на жилье. По земле многодетным семьям. В результате вот этого переселения и сноса рекультивации домов, рекультивации земельных участков, у нас высвободятся земельные участки с коммунальной инфраструктурой, которую мы с удовольствием раздадим многодетным семьям. Поэтому стоит еще немного потерпеть. Те участки, которые сегодня сформированы, к сожалению, вы от них отказываетесь, уважаемые многодетные семьи. Решаем вопрос с формированием участков в микрорайоне Беленький, где вы пожелали. Но, к сожалению, всем не хватит. Поэтому ждем, пока освободится земля под бараками в центре города по переселению. Наша задача сегодня избежать точечного расселения. То есть мы настроены на снос бараков целиком. Потому что вот та порочная практика, которая, к сожалению, до сих пор у нас практикуется, когда в бараке остается по одному-два человека, остальные все расселены, жилые помещения возвращаются в муниципальную собственность, и получается, мы несем расходы на коммуналку за пустые развалившиеся помещения. Это, разумеется, неправильно. Сейчас мы речь ведем о том, чтобы расселение было сплошным. Исключить точечное расселение – наша главная задача. Сегодня мы ищем инвесторов, опять обращаясь к предпринимателям, которые будут осуществлять проект комплексной застройки на Северной Объездной, который планируется подтянуть инженерную инфраструктуру. Тот, кто займется комплексной застройкой, сможет построить таунхаусы, двухуровневые квартиры, блокированная застройка, красивые, с гаражом и земельным участком. Они должны быть одинаковые. Этот предприниматель получит право построить там магазин и другие объекты социально-культурного назначения. Сегодня мы объявляем конкурс на замещение вакантных должностей директора спортшколы номер один и директора МУП «ТЫНДА». По МУП «ТЫНДА» дополнительно сообщают следующее. Год назад я давала управляющим компаниям шанс поднять свой рейтинг, вернуть деньги, которые были собраны с подвалов, за аренду, вернуть их в виде детских площадок. Вот сегодня пришло время подвести итоги. И на рынок жилищных услуг выходит муниципальное унитарное предприятие «ТЫНДА». Это будет управляющая компания. Мы начинаем проводить собрание собственников по переходу в муниципальное унитарное предприятие на обслуживание. То есть в случае, если ваш дом, ваш актив дома проведет собрание, и вы переходите на управление в МУП «ТЫНДА», тогда я отвечаю за качество обслуживания ваших домов. В случае, если вы решили остаться в своей управляющей компании, значит дальше ваши отношения с управляющей компанией осуществляются через жилищную инспекцию. Другого способа и рычага заставить управляющей компании качественно выполнять свою работу у нас сегодня нет. То есть должна быть реальная, жесткая, но здоровая конкуренция. Поэтому я предлагаю советам домов пообщаться с жителями, со своими соседями и принять решение. В случае, если вы готовы перейти в МУП «ТЫНДА», в таком случае в отделе ЖКХ вас проконсультируют, вам помогут составить бумаги. И, насколько мне известно, Дума планирует в начале февраля провести школу грамотного потребителя с активами домов, ответят на все вопросы, расскажут о судебной практике, поэтому обращаюсь к советам домов. Перечитайте, пожалуйста, 44 по 48 статью ЖК, это порядок проведения собрания, и принимайте решение. Те дома, которые первые перейдут в муниципальную управляющую компанию, получат в качестве бонуса не только косметический ремонт, но и 5 миллионов рублей из городского бюджета будет потрачено на детские площадки во дворах. Кроме того, по городской среде, по программе «Комфортная городская среда» в этом году будет сделано еще дополнительно 5 придворовых территорий. Поэтому качество вашего обслуживания, уважаемые собственники, в ваших руках. Ну и закончу сегодняшнюю нашу с вами встречу приятной новостью. Один из инвесторов решил все-таки сделать в тыньде птицеферму. А это означает, что мы можем надеяться, что у нас будет охлажденное мясо птицы и в детских садах, и в школах, ну и на наших с вами столах. Вот на этой позитивной ноте я сегодня с вами прощаюсь. До следующей встречи, до следующего отчета. Редактор субтитров А.Семкин